Всем привет, ребята! Сегодня на ремонте у меня вот такой замечательный инструмент от компании DeWalt. Это нейлер. Руфинг нейлер. Руфинг, я так понимаю, это для, по-моему, строителей крыш. РФ Руфинг. Здесь, чем он отличается от того нейлера, который у меня был до этого в ремонте? От того же клиента. Ссылка будет в описании на видео. Здесь вот такой круглый магазин. В том прямой, ограниченное количество патронов. В этом гвоздей можно вставить побольше. В принципе-то сам аппарат, по сути, работает. И он... Он стреляет. Давайте продемонстрируем. Закрепим заготовочку. Сверху стрелять не буду, потому что я не знаю расстояние какое, пробьет он или нет. А вот сбоку, вот сюда, бахнем. Самодес этот выкрутим. Сверху стрелять не буду. Ну давайте выстрелим. Как я понимаю мы не выстрелили, потому что патрон не был подан. Потому что здесь как раз и не работает подача. Сейчас мы вручную в магазин загоним. Один гвоздик. Вот так видите. Закрываем. Закрываем магазин и пробуем еще раз стрельнуть. Потому что удар, как вы видите, пришелся прям бойком в дерево. Стреляем еще раз. Ни хрена себе. Это было мощно. Ладно, больше эксперименты такие проводить не будем. Ну понятно, что аппарат рабочий. Проблема в подаче патронов. Гвоздь, понятно, не до конца забился, потому что доску выбило. Если бы доска стояла жестко, оно бы все было нормально. Но я не стал стрелять сверху в стол, потому что, боюсь, как бы стол не пробило мне. Снимем аккумулятор и приступим, наверное, к разбору. Посмотрим, что это за запчасть. Заходим в сервис Devolt, но я уже заходил, смотрел. Открываем, заново вам покажу. Заходим на сайт, чтобы вы понимали, как искать запчасти. Берем ноутбук, вбиваем в поиск английскими буквами сервис, сервис Devolt. И выбираем самую первую ссылку. Открывается российский портал просмотра схем и запчастей Devolt. Сюда вводим модель инструмента. Модель у нас, ищем шильдик, вот она, DCN45RN. Вот она, катушка гвозди-забиватель. Есть еще модель RNN, кровельный гвозди-забиватель. У нас обычная катушка. Открылся. Здесь выбираем тип. Ну, тут всего один тип. Тип обычно всегда тоже указан на шильдике. Тип 1, тип 2, вон он, Type 1. Тип выбрали. Потом Choose your market. Тут только один выбор, QV. Ну, market это можно загуглить, не знаю, написать обозначение Devolt. Вот, расшифровка артикулов Devolt. И здесь вот есть KS, там подробно расписано. QV, в нашем случае это аккумуляторный инструмент. QS это сетевой инструмент, XJ инструмент, Devolt версии N, поставка без батареи. Ну, здесь вот различные эти все есть. Кому интересно, можете сами зайти и посмотреть. Нажимаем здесь взрыв схемы. Данные о продукте. Далее выбираем чертежи. Здесь два чертежа. Main unit и servicing магазин. Main unit это схема основного устройства. Вот она. Ну, и здесь какая запчасть нам нужна, мы ее выделяем. Образно говоря, вот 44, например. И внизу появляется артикул ее и ее название. И наличие. Ну, наличие не обращайте внимания. Сейчас вы в России ни хрена не купите. А нам, я так понимаю, нужен сервис магазин. Меняем схему. Вот она схема магазина. И, как я понимаю, нам нужна вот эта вот 83 запчасть. Короче, мое предположение, что здесь просто обычная катушка стоит. Она втягивает сердечник, когда подается питание. Опускается, зачерпывает новые патроны и поднимает их вверх. Потому что другого здесь как бы... Ну, это элементарно, догадаться. Вот здесь даже можно менять эти различные длинные гвоздей. Вот так, рыс. Что-то она какая-то туго. Ладно, я не буду этим заниматься. Мне это ни к чему. На самом деле, интересный аппарат. Прикольный. Попробую сейчас открутить вот эти винты и посмотреть, куда там провода идут. Целые ли провода. Может просто провода перебиты. И поэтому питание не приходит. А может быть и контроллер сгоревший и не подается сюда питание. Но надо искать. Это называется... А, не, неправильно. Я неправильно выявил. Это плунжер. Плунжер это сама вот эта часть. А нам нужен вот, 46. Электромагнит в сборе. Ну, я же сказал, что это электромагнит. Вот его артикул N552-958. И мы ищем данную деталь. Естественно, в России ее нет. Вот так она выглядит на картинках. Поищем ее, не знаю. на дядьке. Давайте без авторизации. Ничего не найдено. На авито, значит, надо искать у ребят. Бывает, кто-то и занимается. На авито есть. Там товарищи, которые торгуют запчастями. И еще, естественно, наш Алиэкспресс. Алик ничего не дает. Так, здесь мы... Что-то авито, блин, долго думает. Соленоид. Ну, как видите, российских сайтов не дает сейчас Яндекс. Яндекс, я думаю, тоже ничего не даст. А, вот. Соленоид на авито. 12 тысяч рублей. Объявление снято с публикации. Скорее всего, скорее всего, мы больше ее нигде не найдем. Ничего нету. Одно объявление было. Его нету. Поэтому закрываем и диагностируем уже более точно. Что тут у нас? Шестигранники, шестигранники. 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 А вот здесь, маленький шестигранник. Здесь получается, торкс. Открутилось. Здесь надо открутить. Здесь торкс поменьше. Ух ты. Так. Выстрелило. И улетела. Пружинка. Вот он, соленоид. Сейчас найдем пружинку. Пауза. Так. Пружинка найдена. С трудом. Чуть ли не генеральную уборку пришлось сделать. Так. Смотрим дальше. Нам получается, чтобы снять, вытащить барабан. А здесь, да, здесь внутри провода идут. Вот оно в чем дело. Я вспомнил. Точнее, понял. А здесь вот почему-то изоленточка. И, может быть, при сборке эти проводки-то и перебили. Не хотелось, если честно, вскрывать все. Но, видимо, придется. Тут еще какая-то херня намотана. Для чего-то непонятно. Это все придется удалить. Ребят, в ремонт, когда приносите что-то, эти все лишние детали снимайте сразу. Это же те же крючки, оснастку там. И, наверное, это все просто забирает время. У ремонтника. Плюс потом я также, скорее всего, вряд ли вам ее прицеплю. Потому что я уже не запомню, как оно было. Причудик что-то болтается. Винтик явно, может, и отсюда. Обычно у Девольта Торкса там под крестик. Так, 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 так. Ну что, придется полностью скрывать. Деваться некуда. Здесь так затянуто, как будто не открывали. У меня есть побольше отверточка подверточка. Поудобнее. Визуально чуть-чуть по-другому. Отличается все-таки. Так, а теперь нам нужно вскрыть эти маленькие. Торкс поменьше. Еще. Еще меньше. ТХ-10. Ага. Плюс еще многие очень глубоко сидят. Переходник надо другой. Да. Нам нужен переходник. Где мы его возьмем? О. Целых два. не катит вот и проблемка все я фигней занимаюсь у меня же для таких случаев именно как раз для таких случаев есть вот такой набор я забыл здесь как раз то вот они торк сики видите утонченная здесь рукоять все как надо все как по заказу поэтому ребят много отверток говорится не бывает сложные моменты вас всегда выручит компания вера да помните в том ролике говорил что здесь вага клеммник это довольт короче у них используют вага это не самодельное вынесение изменений как вроде бы все открутил но не не открывается наклейка наклейки я в таких случаях разрезаю вариантов других может конечно отклеить там феном у меня фена нет все гарантии сняли можно дальше смотреть да и видите как раз на вагах как раз на вагах таки и соединена у нас катушечка вот она чудо потекла у нас каком-то какой-то смазки непонятно Давайте вытрем. Скорее всего она и сгорела. Где наш соленоид? Соленоид. Да, она вон расплавилась и получается... Не знаю как вам посветить. Сюда. Короче там внутри пластик расплавился. И соленоид внутрь просто тупо не залазит. Вот уперся и в пластик упирается. И все, нужна катушка. Электромагнитная. Питание, я думаю, на нее падается. На этой стороне нет, но... Можно, 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 можно... Попробовать это проверить. С помощью, например, вот такого прибора. Вставляем... Сюда так раз. И два. Вставляем аккумулятор. Чего нам надо? Нам надо сымитировать выстрел. Нам нужно... натянуть... так вот патрон так уже стреляем а здесь на смотреть питание пойдет или нет ни хрена не увидел возможно сюда контакты не дошли смотрим еще раз вот питание было мигнуло видели это произошло до питания проходит мигает поэтому нам нужна новая катушка ну скажу точнее это видео клиент смотрит его андрей зовут как и меня тезка так что андрюх эти артикул на экране артикул видишь ищи эти поменяю либо сам сможешь поменять тут ничего сложного вот эти вага можешь выкинуть если они отсюда не вытащится еще вытащится эти же использовать либо просто скрутить новая катушка все будет работать ну и все всем спасибо за просмотр да и кто может быть торгует запчастями кто смотрит это видео у кого есть сломанный такой пистолет пишите может быть человек у вас приобретет эту катушечку все всем пока да и не забывайте заходить на мой яндекс маркет и подписываться в телеграм и вконтакте и на youtube подпишись и на яндекс заян пока